Фактически в то время, когда шеф Пентагона и украинский президент общались с прессой, неизвестные совершили взрыв на Грушевского в правительственном квартале. Это в шаговой доступности к месту переговоров. Куда смотрели силовики, которые по их заверениям несли службу в усиленном режиме и как допустили такое ЧП? В результате взрыва пострадали три человека. Мужчина и женщина с тяжелыми травмами в больнице. В течение дня сообщения полиции то и дело менялись. Сначала говорили, сработал взрыв пакет, потом граната. Новые версии сыпались едва ли не каждый час. Сразу заявили, это простое хулиганство и только ближе к вечеру в СНБО заподозрили, есть признаки теракта. А в полиции дело открыли вообще по другой статье. Какой? Подробнее об этом Павлина Василенко. Сигнал о взрыве поступил в дежурную часть киевской полиции около двух часов дня. Сообщалось, что на улице Грушевского, недалеко от здания кабмина, детонировал неизвестный предмет и есть пострадавшие. Первая информация, раненых двое, мужчина и женщина. Вот видео свидетелей произошедшего. Женщина на тротуаре недалеко от места взрыва. Ей перевязывают голову. У мужчины рядом тоже травма головы. По словам очевидцев, люди праздновали День независимости. Недалеко от места взрыва проходил митинг. Играла музыка. По улице Грушевского ездили машины и, вероятно, из одной из них и бросили взрывчатку. Мы все повернули голову, мы побачили, что расходится дым трошки. И там лежит женщина, она была поранена в голову осколками. И этот человек також был поранен в голову. Цей пристрел вибуховый, скорее всего, был выкинутый из машины, которая приезжала. Потому что люди шли вверху, и когда произошел выбух, они все смотрели вниз. Если бы они видели, что кто-то из них кинул, они взвернули внимание и ловили в эту людину. Или кричали, держали его и так далее. Как позже стало известно, ранения получили три человека. Две женщины и мужчина. Пострадавших доставили в больницу. Состояние у всех троих стабильное. Сегодня доставлено трех потерпелых. Всю необходимую помощь они отримали. На данный этап, какие поранения, я вам про это сказать не могу. Почему? Ну, потому что родители не хочут про это говорить. И сами постраждали також не хочут, чтобы вы про это знали. Человек и женщина находятся у нас в лекарнике. А еще одна женщина отпущена домой. На амбулаторное ликование, так. Улицу Грушевского оцепили. На месте происшествия работают следователи СБУ и полиции. С собаками и специальными магнитами. Изучают каждый метр в районе взрыва. На место происшествия приехали секретарь СНБО и глава нацполиции. Но комментировать что-либо правоохранители отказываются. Со слов очевидцев, целью атаки была машина азербайджанского посольства. Так ли это, мы не смогли прояснить у силовиков. Депутат Гончаренко, который оказался на месте происшествия, утверждает. У него нет сведений, что покушались на дипломатическое авто. Зато рассказал, что сработала граната. А не взрыв в пакет, как изначально сообщали в нацполиции. Я общался с правоохранителями. Скорее всего, это была граната. Трое пострадали. Две женщины, один человек. Напомню, только вчера в СБУ предупреждали о возможных провокациях в День независимости. В работе у нас есть много материалов. Дойдется, что есть нехорошие люди или группы, которые готовятся зипсовать свято. В разный способ можно зипсовать свято. Изначально сегодняшний инцидент силовики назвали хулиганством. Затем в СНБО предположили, что это теракт. А буквально час назад в нацполиции сообщили. Дело открыто по статье «Умышленное убийство». Неведомые злочинцы, неведомые правопорушники использовали вибуховый пристрый. Кинувши его из парка Маринского, на счастье, этот вибуховый пристрый не влучил порядка на тротуар, а вибухнул неподалеку, в несколько метров. Полиция, место Киева, внесла проведение по статье 115, в частине первой через 15, замах на убийство. Напомню, ответственность за охрану порядка в дни празднования Дня Независимости была возложена нацполицию и нацгвардию. Павлина Василенко, Лина Зеленская, Сергей Коваль, подробности, телеканал Интер. И буквально полчаса назад появилась информация, что люди, пострадавшие от взрыва, в окружении тысяч полицейских, оказались близкими героям Украины. Как сообщает один из телеканалов, это супруга, теща и друг семьи Валерия Чебенеева. Командир роты снайперов 79-й десантной бригады получил звезду героя на параде ко Дню Независимости в прошлом году. Продолжение следует...